Боксер А новым обладателем 1000 рублей стал вот этот замечательный молодой человек. Напоминаю, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно поставить лайк и оставить любой комментарий. Итоги в следующем видео. Волнуешься? Да не волнуйся, машин на всех хватит. Чем больше купонов, тем больше шансов на победу. Многие знают, что Али не всегда был Мухаммедом. В городе Луисвиль, где в 42 году родился клей Кассиус, к черным относились весьма паршиво. Особенно по тем временам отдельные туалеты, отсутствие обслуживания в ресторанах и прочие признаки расизма в духе 50-х. Это очень сильно воздействовало на маленького Кассиуса, который вечерами плакал и не понимал, почему чернокожих в обществе считают людьми второго сорта. Всю жизнь Мухаммеда преследовал расизм. Сколько бы медалей у него ни было на груди, с ним все равно отказывались считаться. Сколько бы чемпионских пыльцов он ни носил, на него всегда смотрели косо и враждебно. Кассиус Клей начал заниматься боксом в 12 лет. Тогда у него украли красный велосипед, который мальчик купил на первые заработанные деньги. Клей был очень сильно расстроен. Он обратился в полицию и поклялся офицеру Джо Мартину, что и забьет того, кто украл его велик. Офицер смекнул, что за такую дерзость рыхловатого негритенка быстро поставят на место. Поэтому посоветовал ему сначала научиться драться с обидчиками как следует. Пообещал показать несколько приемов и пригласил на тренировки. С самого начала Али было трудно тренировать. Он постоянно задирался с другими ребятами, объявляя на весь зал, что он лучший боксер и станет чемпионом мира. Из-за этого тренеру приходилось ненадолго выгонять его из зала. Учился юный боксер при этом из рук вон плохо. И только благодаря старанию и пониманию директора он обязан получением школьного образования. Все было настолько плохо, что у Мохаммеда навсегда остались проблемы с чтением. Тем не менее, Али тренировался на износ, не обращая внимания на боль и усталость. Младший брат по просьбе Кассиуса со всей силы бросал камни в юного боксера, тем самым обучая его уворачиваться от болезненных ударов. Три месяца он ходил в синяках и шишках, но потом камни стали пролетать мимо. Мальчика не остановили ни ссадины, ни кровоточащие раны, ни гематомы. Позже эти тренировки помогут боксеру разработать свой неповторимый стиль игры на ринге. На протяжении двух следующих лет Клей проводил примерно по одному бою раз в три недели, одерживая победу за победой. В 1956 году он выиграл первый в его карьере турнир «Золотые перчатки». Али быстро прогрессировал как боксер. В 1959 году, когда он одержал уже более сотни побед на любительском уровне, Клей принял участие в национальном отборе в Олимпийскую сборную, которая в 1960 году должна была поехать в Рим. Узнав, что туда придется лететь, Али, боявшийся самолетов, хотел отказаться от участия в Олимпиаде, но в итоге взял яйца в кулак и без труда победил в финале, завоевав золотую медаль. Именно тогда впервые его уникальный стиль боксирования с опущенными руками и быстрым передвижением по рингу и стал известен всему миру. Тем не менее, с завоеванием золотой олимпийской медали цвет его кожи не изменился. В аэропорту родного Луисвилля чемпиона встретил мэр города и сотни фанатов, но он практически сразу получил очередной жесткий урок. Золотая медаль на шее, с которой Кассиус первое время не расставался даже во время сна, не сделала его в глазах белых полноценным человеком. С медалью на груди чемпион зашел в закусочную с характерной для США того времени вывеской перед входом только для белых. Я думал, что поставлю их на место. Все-таки я победил на Олимпиаде. Но Клей услышал знакомую до боли фразу. Неграм не подаем, наш чемпион отреагировал спокойно. Все в порядке, я не нищий. Однако его просто выгнали на улицу. Встретив такое отношение, Кассиус направился к реке Огайо, куда и отправил покоиться свою золотую медаль, завоеванную им для государства. Этот случай стал последней каплей и Кассиус понял, что не может продолжать так дальше. В то время впервые он услышал выступление лидера нации ислама. Рассказ Абдулла Рахмана произвел на Клея неизгладимое впечатление и запал Кассиусу в душу. Он пораскинул мозгами и понял, что христианство, которому он слепо следовал все эти годы, всегда максимально игнорировало черных. Ведь бог всегда изображался исключительно белым. И точка. В феврале 64 года, перед началом первого боя за звание чемпиона мира в тяжелом весе со знаменитым Сони Листоном, Кассиус публично помолился о победе Аллаху. А после победы в той знаковой встрече, боксер официально объявил о принятии новой веры. Многие соперники заявляли, что он подает плохой пример детям, шатаясь с сомнительной нехристианской организацией. И остальная общественность не очень хотела терять провокатора и болтуна Клея, получив взамен черного проповедника Али. Однако боксер даже после решения уйти в религию, остался все таким же заводным и неуемным задирой на ринге, что и раньше. В 1967 году, едва ли был человек, которого белая Америка ненавидела бы больше, чем новоиспеченного мусульманина Мухаммеда Али. Накануне войны во Вьетнаме, его признали негодным к службе. Проходя тест на IQ, он не добрал 14 баллов до минимума. И ничуть не смутившись сказал, я же самый великий, а не самый умный. Когда началась война, армейское начальство понизило интеллектуальный барьер, после чего препятствий для того, чтобы призвать Али, не осталось. Но не тут-то было. Во время принятия присяги, он отказался выходить из строя, не откликнувшись ни на имя Кассиуса Клея, ни на имя Мухаммеда Али. Спустя всего час после этого заявления, спортивная комиссия штата Нью-Йорк лишила его боксерской лицензии, а также отказалась признавать его в качестве чемпиона мира. И все это сделали до официального предъявления обвинения. Юристы отмечали, что у стороны защиты нет законных оснований для того, чтобы Мухаммед не мог проходить службу. Он попал под суд. Все присяжные были белыми. Шесть женщин и столько же мужчин. И они объявили страшный вердикт. Виновен. Али был отстранен от бокса на три года. Суд оштрафовал его на 10 тысяч долларов и приговорил к пяти годам тюрьмы. Конечно, за решетку он не попал, но объяснил свой отказ служить религиозными убеждениями. Нация ислама не приветствовала войну. Естественно, не мог идти служить и Мохаммед Али. В июне 71 года он был оправдан и восстановлен во всех правах. Юристы добились восстановления его лицензии и завоевание чемпионского титула началось по второму кругу. Вскоре после возвращения Али на ринг, он и Джо Фрейзер подписали контракт на проведение уникального боя в Мэдисон Сквергарден. Впервые в истории должны были встретиться непобежденный бывший чемпион и непобежденный действующий чемпион. Все билеты были раскуплены заранее. 35 стран должны были увидеть поединок в прямом эфире. Это было самое ожидаемое событие в мире бокса. Рефери поединка вспоминал, что Мохаммед вчистую проиграл несколько раундов. Фрейзер победил единогласным решением судей и нанес Али первое поражение в его профессиональной карьере. Тем не менее, он как настоящий боец продолжил свой тернистый путь. И не менее знаменитый бой Мохаммеда Али против Джорджа Формана состоялся в африканском Заире. В последние дни перед боем Али усилил психологическое воздействие на Формана. Одна из его цитат, сказанных им в то время, вошла в историю. Я видел, как Джордж Форман боксировал с тенью, и тень выиграла. В условиях повышенной влажности и высокой температуры воздуха, оба боксера стали довольно сильно сдавать уже в первых раундах. К восьмому Джордж потерял последние силы, и Али прямо перед гонгом провел комбинацию правой-левой-правой, которая потрясла молодого чемпиона. Он оказался на канатах, после чего Мохаммед провел точную атаку, отправившую Формана на настил ринга. Джордж успел встать на счет 9, но рефери решил остановить бой. Весь стадион был на ногах, и все, что можно было услышать, это скандирование «Али, убей его». После этого поединка за ним закрепилось прозвище, которым он сам себя наградил «Величайший». На самом пике своей карьеры «Величайший» посетил Советский Союз. Во время подготовки к Олимпиаде 80, советское правительство пригласило в страну Мохаммеда Али, который на тот момент находился в зените своей славы. Я немного нервничал, когда приземлился в СССР. Я думал, что, возможно, увижу задрипанную страну с толпой мрачных людей, мыслящих как роботы и агентами спецслужб, прослушивающими мою квартиру. Но я увидел страну 100 национальностей, живущих вместе в гармонии. Никакого оружия, никакой преступности, никаких проституток и ни одного гомосексуалиста. Несмотря на теплый прием, вскоре после ввода советских войск в Афганистан, Мохаммед Али резко осудил политику Москвы и призвал мусульманские страны бойкотировать Московскую Олимпиаду. Совершенно неожиданно для всех, в сентябре 1984 года Али был госпитализирован из-за ухудшения слуха, речи и моторных функций организма. После всех анализов и тестов, доктора пришли к выводу, что он страдает болезнью Паркинсона. Али мучился от симптомов болезни, но его ум оставался ясным, и он решил посвятить себя служению исламу. Мохаммед начал помогать людям. Он мог сделать пожертвование в 100 тысяч долларов или выйти из машины и помочь обычному бездомному. Во время торжественной церемонии по случаю окончания карьеры, ему был вручен памятный бриллиантовый перстень, который Али в тот же вечер подарил девочке-инвалиду. В 90-м году Мохаммед Али встречался с Адамом Хусейном в Багдаде, чтобы провести переговоры об освобождении американских заложников в Ираке и Куэйте. В следующем месяце Али лично сопровождал из Ирака 15 американских освобожденных заложников, что только добавило ему уважения во всем мире. После этого он практически исчез из видов телекамер и появлялся только на страницах книг и интервью. Его состояние постепенно ухудшалось и практически пол своей жизни он провел в борьбе с этим коварным недугом. Тем не менее, он никогда не был одинок. Али был женат 4 раза, у него 7 дочерей и 2 сына. С 2013 года центр Мохаммеда Али в его родном городе Луисфилл, штат Кентуккия, ежегодно чтит память боксера Тремя Днями Величия. А звезда Мохаммеда Али на Голливудской Аллее Славы является единственной из всех звезд, расположенной на стене театра, а не на тротуаре. Об этом попросил сам Мохаммед, так как не хотел, чтобы на имя исламского пророка наступали прохожие. В профессиональном боксе Мохаммед провел 61 бой, из них 56 выиграл и лишь 5 проиграл. Он всего 3 раза побывал в нокдауне за всю свою карьеру, и нокаутировать его не удалось никому, кроме судьбы. 3 июня 2016 года стало известно, что живая легенда бокса находится в критическом состоянии между жизнью и смертью. В одной из клиник США гений бокса ушел из жизни в окружении любящей семьи. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok